Не будет большим преувеличением сказать, что лето – любимое время года для отдыха детей и их родителей. Благодаря стараниям взрослых у ребят всегда есть выбор, чем заняться летом. Почти 600 тысяч кубанских школьников в течение каникул наберутся новых сил в разнообразных лагерях Краснодарского края. Наша съемочная группа побывала в лагере «Патриот Кубани» в окрестностях станицы Неберджаевской Крымского района, где отдыхают юные славянцы. Жаркое кубанское лето предоставляет богатые возможности для отдыха. И эти ребята со всего славянского района предпочитают отдыхать активно. Центром притяжения для них стал живописный лес с высокими деревьями и солнечными полянами. Еда, приготовленная на костре, сон в палатке и туристические состязания на свежем воздухе. Что может быть лучше? У нас очень плотный график, подъем ранний после этого, зарядка, какое-то спортивное мероприятие. И целый день вот такой вот вал идет, идет, идет. Им даже особо некогда задумываться о плохом. Все время в работе готовят какие-то там то конкурсы туристской песни, то конкурсы визитная карточка. Вот сейчас у нас будут проходить, ребята за моей спиной готовятся к конкурсу краеведов, покажут свои знания, которые они там изучили в школе по родному краю. Вот, так что насыщенная довольно программа. Здесь ребята смогут научиться ставить палатки, разжигать костер, чтобы приготовить обед, прокладывать и проходить нужный маршрут. Одним словом, смогут приобрести туристические навыки. Именно здесь они учатся работать в команде и находить выход из непростых ситуаций. Хочется выехать на природу или куда-нибудь в горы, у кого как. И просто насладиться природой тоже самое классное. Я больше всего так отношусь к активному отдыху. То есть это путешествие, где-то в лес даже тот же самый съездить, где-то погулять, в горы сходить, родники, какой-то родник найти. День в лагере подчиняется строгому распорядку, но это никому не в тягость. Напротив, благодаря этому каждый день вмещает много нового, интересного. Мне нравится здесь тем, что здесь проходит много соревнований. Здесь мы выступаем перед многими школами, готовим визитки, поем песни. Здесь многому чему нас учат. Нас учат собирать костры, нас учат вязать всякие узлы, очень многому. И здесь можно отдохнуть. Самое интересное – это палаточный лагерь. Дарье Квачидзе из Ханьковской 21-й школы исполнилось 14 лет. И ребята сердечно поздравили ее с днем рождения. С самого раннего утра собрали цветы, где они их вообще нашли. Это самое странное. Запомнить то, что это день рождения еще типа того. Учителя тоже поздравили. Это тоже нравится. И мама разбудила рано. Хорошее время. Не забывают здесь и о военно-прикладных видах спорта. Разборка-сборка автомата Калашникова уже не представляет для многих сложной задачи. А вот в метании ножей необходимы упорные тренировки. Самое главное – все приходится по душе. Мне здесь очень нравится. Здесь очень комфортная атмосфера. Люди здесь очень нравятся, как оформлено все и сделано. Еще администрация очень хорошо работает. Мы общаемся, готовим. Очень хорошие курсы по готовке, кстати, всем девочкам советую. И здесь очень классно именно играть на открытом воздухе. Это очень здорово. Многодневные соревнования по туризму в рамках летней оздоровительной программы «Лето-2019» конечно же надолго запомнятся всем участникам. Здесь было не только освоение туристических навыков, но и много музыки, песен, творческих конкурсов, приятного общения. И не так уже важно, кто был сильнее, а кому еще нужно подтянуться. Выигрыши – все. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События». Уйти. 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 Уйти.